На поствыборный период довольно часто откладываются так называемые непопулярные решения. Если в прошлый раз это было повышение пенсионного возраста, то в этот раз это может быть и активизация мобилизационной кампании, это могут быть и какие-то ограничения, скажем так, финансового характера. Перед выборами положено обещать подарки и даже раздавать эти подарки. И пока из обещанного мы видим повышение МРОД на 18%. После выбора можно уже принимать и меры бюджетной экономии, и, например, вернуться к таким предложениям, которые были у Минфина, но довольно быстро были, скажем так, завтуты. Ну, скажем, разные варианты военных займов. Если действительно в 2024 году планируется такой рост расходов и такой рост доходов, который Минфин прописал в принятом федеральном бюджете, то дополнительные источники финансирования как-то изыскивать надо будет. И, конечно, идея взять деньги с людей, она в головах государственных финансистов будет крутиться. Мы с вами рассматриваем вариант успешного электорального мероприятия, и после этого можно будет себе позволить всякое разное. Например, эскалацию на фронте. Например, а для того, чтобы сделать эскалацию на фронте, нужно новых людей все-таки понабрать. Те люди, которые сейчас существуют, они поддерживают вот эту вот ситуацию. Не мы никуда, не они никуда. Для того, чтобы идти вперед, очевидно, нужно побольше ресурсов. После выборов можно будет эти ресурсы поднабрать. Но эта самая политика эскалации может нарушить то, на самом деле, довольно хрупкое равновесие, в котором система существует. Как это равновесие может быть нарушено, мы почти увидели во время мобилизации, которая продолжалась меньше месяца, была торопливо свернута. И дальше все усилия пропагандистской машины были направлены на то, чтобы уверить людей, что повторения не будет. Настолько это было ужасно. Это было ужасно для граждан, и это было почти невыносимо для самой системы. Обратите внимание, что и сейчас, пожалуй, такая наиболее заметная политическая угроза режиму исходит от жжен мобилизу. Мы увидели, как система накренилась и затрещала во время пригожинского мятежа, когда и властная машина промолчала и ничего не делала, и граждане, мягко говоря, не вышли заслонять с собой любимого национального лидера. Вот пусть выборная эйфория может стать тем фактором, который заставит этот самый баланс все-таки нарушить. Вот это опасность. Электоральный результат в голову ударит, сами нарисовали, сами прочитали, сами обратились. Сами сначала поверили, что у Украины нет государственности, а теперь верим, что эта государственность как-то ослабила, а армия вся закончилась. Тут, может быть, может случиться некий, так сказать, репит. 24 февраля, но уже в новых исторических условиях. Вот если говорить о рисках для самой системы, то риски эти.